Вместо микрофонов, камер и штативов – кисточки, грабли и метлы. Инструменты новые, но миссия прежняя – высветить очередную городскую проблему и показать пути ее решения. Ирина Ившина, продюсер и корреспондент Архангельского телевидения, увидев, сколько могил солдат Великой Отечественной войны на Соломбальском кладбище заброшено, в преддверии 9 мая предложила нам провести единственный выходной с пользой. Когда накануне 9 мая встал вопрос, что нужно бы отдать дань памяти, и я предложила нашим коллегам приехать на это кладбище и привести в порядок эти могилы. Я когда-то давным-давно прочитала такую фразу, я в нее очень верю, что мертвые живы только пока мы о них помним. Поэтому я думаю, что эти люди еще поживут. Бригада добровольных помощников сформировалась быстро. Из хорошо знакомых телезрителям – корреспондентов и редакторов Архангельского ТВ. Непогода нас не остановила. Приходим к кладбище и видим, что здесь мусор, который лежит, какие-то бутылки, какие-то мешки, которые можно было бы спокойно, нормально взять, убрать и вынести. Но мы этого не делаем. Почему? Давайте зададимся этим вопросом. Давайте внесем маленькую лепту хотя бы вот в такое дело. Те могилы, которые сегодня прибирали, тех ветеранов, мы абсолютно не знаем истории этих людей. Мы не знаем, кем они были в жизни, какие профессии у них были. Но мы абсолютно уверены, что они вместе с нашими дедами и прадедами воевали на фронтах Великой Отечественной. И мы сегодня, их потомки, все, что можем делать, мы стараемся это делать. Инвентарь нам подвезли из администрации Соломбальского округа и пообещали в первый же рабочий день вывезти мешки с мусором, оставшиеся после субботника. Иначе очень быстро они превратятся в новые несанкционированные свалки. Когда люди приходят, они, бывает, мусор выносят не на те места, которые для этого предназначены, всегда можно взять то, что вы собрали, с вашей могилы и вынести за пределы кладбища. Мусорные баки, они есть всегда здесь стоят. Итог субботника. Шесть обновленных памятников со вновь заолевшими на них звездами. Всего же на Соломбальском кладбище покоятся более тысячи участников боевых действий 1941-1945 годов. Одним повезло, за их могилками приглядывают родственники. Но много и таких, где звезды помяты, памятники покосились, а надгробия завалены сухостоем. Мы уверены, нет ничего проще, чем подхватить эстафету памяти. Светлана Дейнека, Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение.